Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас видео будет о покупках и подарках на мой день рождения. Я вам расскажу о всех тех косметических продуктах, которые я себе прикупила к этому замечательному празднику, который я получила в подарок. В этот раз я решила не ждать всех-всех-всех подарков на свой день рождения, потому что, вы знаете, у меня какая-то традиция уже несколько лет подряд. Я не всегда в свой день рождения получаю все подарки, а какие-то подарки я получаю чуть позже. Итак, сразу хотелось бы отметить, да, у меня недавно, 28 сентября, был день рождения. Спасибо огромное всем тем девушкам, которые поздравили меня с этим праздником. Огромное спасибо за все теплые слова, которые были написаны в мой адрес. Мне безумно-безумно-безумно приятно, что именно мои, скажем так, моя аудитория, мои подписчицы не забыли меня и поздравили меня с моим 22-летием. Да, мне 22 года. Давайте уже быстрее переходить ко всем косметическим продуктам, которыми я с вами сегодня решила поделиться. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. Третье, я хотела бы просто продукта, который для меня является осенью в полной мере и который я наконец-таки приобрела. Итак, это очередной флакончик парфюма моего самого-самого любимого и самого осеннего и самого потрясающего. Это флакончик Guerlain Chalimar Parfum Initial. Я люблю именно эту версию, это именно версия, которая подходит мне. К сожалению, классический Chalimar на мне лежит еще пока, скажем так, он для меня тяжеловат. Все-таки он на женщину постарше. На мне он как-то, я сама на себе пока его не вижу. А это именно моя любимая версия, обожаю его. Он, несмотря на то, что это тоже тяжелый, восточный, очень обволакивающий аромат, с ним нельзя перебарщивать. Несмотря на это, это мой самый-самый любимый аромат. Я в него укутываюсь каждую осень, я обожаю его. Это потрясающий, фантастический аромат, очень роскошный, очень теплый, очень тягучий. Но ни в коем случае не перебарщивайте. И я бы даже не рекомендовала наносить именно в какую-то зону около лица. Я наношу обычно на затылок, на волос и наношу на руки. Возможно, я иногда наношу на свои шарфы еще что-то, где-то как-то очень издали слегка нанесу просто там облаком на свой шерстяной шарф. Кстати говоря, шерстяные вещи этот парфюм держит очень-очень долго. То есть, практически весь осенний сезон, если вы один раз оставите этот парфюм именно вот так вот, легкой вуалью на каком-то шерстяном шарфе или на платке, он практически весь сезон и будет держаться этот аромат легкой-легкой дымкой. Что касается именно стойкости на мне, он тоже потрясающе держится целый день. Ни в коем случае не жадничайте, не наносите просто литрами на себя, потому что вы просто убьете все живое вокруг себя. Что касается того, почему именно я для себя так отмечаю, что вот именно этот парфюм я себе приобрела, его, к сожалению, в Россию не возят. Для меня вот на самом деле странно, почему нас Шелемар перестали закупать, перестали к нам возить. Видимо, он действительно не продается, как говорят консультанты. Но в любом случае, купить в России его уже практически нереально. Я покупала его в Стокмане в Хельсинке. Покупала я его за... он стоил там, по-моему, 68 евро. 68,50. Это был курс 75 рублей в тот день. И слава тебе, Господи, мне нашли скидку 10% купончик именно скидки на финский Стокман. И плюс еще Tax Free. В общем и целом, у меня порядка 52 евро обошелся этот флакон парфюма. Я, конечно, очень довольна и счастлива, что все-таки хотя бы сколько получается? 4,5 тысячи. Не так уж прям вот как бы повеситься можно. Нет, не 4,5, 4 тысячи. Да, ровно про 4 тысячи у меня вышел флакончик 40 миллилитров. Ну, конечно, я готова 4 тысячи была отдать за этот парфюм. Я даже была готова и все эти 68,50 отдать. Но это потому, что я именно обожаю, люблю этот парфюм. И я его не могу найти в России. Следующая покупка, наверное, актуальна для тех, кто знает, что я была на InStyle Beauty Day в Ривгош, в Пассаже. Я публиковала фотографии с этого праздника красоты в своем Инстаграме. Если вы не подписаны на меня до сих пор в Инстаграме, то обязательно сделайте это, чтобы всегда быть в курсе моей жизни. Итак, все, девчонки, кто видел эту фотографию, конечно же, всем было интересно, что же я купила там. Тем более, в этот день открывался Corner Urban Decay в Пассаже. Это был мрак, жесть, и во влоге я снимала влог в тот день. Я вам обязательно покажу, что там творила. И в итоге я свой выбор остановила на блеске Revolution. Это, я так понимаю, достаточно новый блеск у них. Дизайн потрясающий. Вообще, очень-очень красивый флакончик такой. У меня оттенок Apocalypse. В принципе, очень даже приятный оттенок. И на губах он даже приятный. Мне нравится очень такой осенний, если вы отсюда видите. Ну, не знаю, мне нравятся такие оттенки. Он очень красивый ежевичный оттенок. Но мне на самом деле не очень, я довольна все-таки своей покупкой, мне не очень нравится качество блеска. Наверное, в принципе, я больше привыкла к помадам. Больше мне нравятся помады. И текстуры более кремовые, плотные. Здесь она такая очень-очень гелевая. И нужно постоянно следить за тем, чтобы слой блеска ровно лежал на губах. Он очень капризный, его очень тяжело нанести ровно. Он достаточно стойкий в плане того, что он, пигмент, въедается в губы. Но при этом он не стойкий с точки зрения того, что это все-таки блеск. И если у вас волосы попадут на губы, потом вот этот блеск будет по всему лицу. А снять его уже очень будет тяжело за счет того, что он все-таки, этот пигмент, въедается в губы и в кожу. В общем, это достаточно неоднозначный продукт. Я надеюсь, что все-таки за оттенка я смогу с ним совладать. Потому что оттенок реально потрясающий, очень красивый. На мне, на моей внешности смотрится безумно круто. Потому что я все-таки темненько. У меня идут достаточно темные и яркие помады. Но надеюсь, что все-таки мы с ним хоть как-то подружимся. Следующие два продукта, это продукты также для губ. Мой подарок. Я просто в безумном счастье. Потому что это марка Dolce & Gabbana. Помада их, классическая кремовая помада. У меня оттенок Black Magic 630. Это классическая, красивая, потрясающая красная помада, которая сегодня у меня на губах. Это красивая, классическая красная помада. Она не матовая, она не глянцевая. Она вот именно такая очень кремовая, очень увлажняющая. И безумно-безумно стойкая. Я ходила на день рождения в этой помаде в клуб. И у меня даже спрашивали, что у тебя за помада. Почему она у тебя безумно ровно, красиво лежит на губах. И она никак не стирается. Несмотря на то, что ты ешь, пьешь, прыгаешь, танцуешь. Все, что ты делаешь. Помада вообще никак не девается с губ, ничего с ней не происходит, никакие метаморфозы. Я сказала, вот мне подруга моя любимая, лучшая подруга Оксана. Вы видели в моих влогах. Она мне подарила как раз-таки эту помаду. Когда она увидела, она сказала, что я как раз-таки подумала сразу, что это классический красный цвет. И он обязательно мне подойдет. И действительно, наверное, да, это классический красивый красный цвет. Безумно крутой. Он теплый, конечно, оттенок, но он потрясающий. Он просто потрясающий. Он не сушит вообще губы. Вообще очень комфортный. Он не подчеркивает никакие шелушения, никакие проблемы губ. При этом он держится вообще вот как прибитый. Держится, потому что я и пила вино, я ела цезарь с курицей, с этим майонезным соусом. Я ела жирное мясо. Абсолютно никак не стерлась моя помада. И абсолютно никак не потек никуда контур, несмотря на то, что было очень жарко, когда я танцевала. Помада никак никуда не размазалась, не делась. Даже если вы кого-то целуете, следы не сильно остаются. Когда она именно уже застыла, уже прошло час где-то с того момента, как вы ее нанесли. Даже если вы кого-то там щеку поцелуете, не оставите вы какого-то такого ядерного цвета, следа, который потом человеку сложно будет стереть. Просто идеальная помада. Это потрясающие, уникальные, фантастические помады. По стойкости, по тому, как они наносятся, как они комфортно на губах себя ведут. По тому, как они ухаживают за губами. То есть, они не сушат, они сглаживают какие-то неровности. Кожа губ всегда увлажненная после их использования. То есть, потрясающие помады. Именно, наверное, из всех люксовых брендов, которые я пробовала, именно вот такие вот уникальные. Это именно Dolce & Gabbana. Следующая помада, которую я уже сама себе подарила, это помада от Smashbox. Это легендарный оттенок их помады Be Legendary Lipstick. У меня, как раз-таки, оттенок Legendary. Они, правда, называют почему-то его Legendary. Не знаю, мне кажется, Legendary. Хотя, мои знания английского, они все уменьшаются и уменьшаются. Это более такой малиново-красно-вишневый оттенок. То есть, все-таки легкий холодный потон здесь присутствует. Она очень глянцевая. Она действительно сделает губы более пухлыми, более такими налитыми, красивыми. Но она не стойкая. Они говорят, что это стойкая помада, но у меня почему-то она на губах не стойкая. Я, к сожалению, пока ее еще не носила, вот так вот, как Dolce & Gabbana. Сразу она у меня так прям была использована по полной тест-драйв, прошла здесь. Я ее еще пока не носила никуда, но носила ее дома. И, к сожалению, она не стойкая. Она у меня почему-то не застывает. И она у меня, как бы, вот как остается, она очень красиво смотрится на губах. Она делает реально очень красивые объемные губы. За счет глянца такого очень круто смотрится. Но она почему-то вот как бы именно не застывает. И когда сводч снимаешь с руки, следы от сводча Dolce & Gabbana остаются очень надолго. То есть, если, в общем-то, не воспользоваться каким-то средством, снимающим макияж, то этот сводч может пережить несколько помывок рук и еще остаться на следующий день. Но от Legendary не остается ничего, ровным счетом. Что была помада, что не была помада. То есть, возможно, она у меня и не войдет в любимчики помад. Как раз таки, если она не будет какой-то такой стойкой, когда ее нельзя на вечер использовать. На самом деле, я считаю, что для красных помад стойкость это одна из позиций, как качество, наверное. Потому что красные помады мы выбираем обычно на вечер, а на вечер для нас важна комфортность и стойкость. Чтобы у нас губы не скукоживались в трубочке. И чтобы это все не размазывалось, не смывалось буквально за один бокал вина и один съеденный кусок какой-то еды. Следующее мое приобретение от Smashbox это их транспарантная пудра. Называется она у них Photoset Finishing Powder. Здесь у меня 4,8 грамма. То есть, достаточно увесистая упаковка. Но я сразу хочу сказать, что упаковка у Smashbox отвратительна. У этой пудры. Сейчас объясню почему. То есть, это белая такая, как мука-пудра. При этом на лице она становится прозрачная. Но сейчас объясню, почему это отвратительная упаковка. Я, конечно, понимаю, что рассчитано это все на визажистов. А они сюда не положили никакую пуховку, никакой спонж. При этом дырочки, они достаточно большие. Высыпается очень много продукта. Именно вот на рабочую зону, откуда мы берем кистью. То есть, переворачивать нельзя. Не дай бог вам это сделать. Если она у вас полетит откуда-то из рук, тоже высыпется сразу полбанки продукта. Поэтому я собираюсь сюда докупать либо спонж, либо пуховку, либо что-то в этом роде. Чтобы хоть как-то держать пудру внутри упаковки. Даже пользоваться не очень удобно. Потому что, когда я ее пользуюсь, я набираю слишком много продукта на кисть. Мне очень долго приходится стряхивать. Потом здесь вот облако этой пудрой образуется во время использования. И также ее очень тяжело закрывать. Потому что пудра попадает вот именно в пазике вот этой резьбы. И как-то очень сложно ее закрывать. За счет того, что пудра она матирует. И, видимо, она как раз-таки вот создает ненужное трение, когда мы закрываем эту упаковку. Что касается пудры, я в восторге. Вот что касается продукта, он потрясающий. Он не дает вот матово-матово-матовый эффект. Маски какой-то. Он дает, он очень как-то вот затирает на лице все несовершенства. Сделает кожу идеально гладкой. При этом кожа не матовая. Вот прям вот прямом понятии, что она матовая. Но при этом она такая холеная. То есть получается, что поверху нет жирного блеска. Нет никакого вот ничего нет. То есть вот одно ровное полотно. Очень такое красивое, как отфотошопленная кожа. А при этом сохраняется свечение кожи изнутри. Потрясающе красивая холеная кожа. Очень круто смотрится на вечер. В вечернем электрическом свете кожа смотрится просто божественно, идеально. Как будто у вас просто лицо на миллион. Потрясающая вещь. Очень крутая пудра, но упаковка отвратительная. Последнее мое приобретение от Smashbox. Это кисть. Вот такая вот растушевочная кисть. Огромная. Это по-моему 10. Номер 10 Smashbox. Крутая кисть. Очень-очень мягкая. По-моему это была у меня то ли козочка, то ли пони. Точно не белка. Очень-очень мягкая. Очень крутая. Круто растушевывает складку. Круто делает финишную растушевку. Она, конечно, дорого стоит. Сама по себе. Она, по-моему, стоит 1440. Я ее покупала со скидкой 40%. Поэтому вышла она мне не так дорого. Но все-таки кисть, наверное, стоит того. Очень-очень крутая. Очень мягкая. Не царапает века. Не линяет. Суперская вещь. Суперская вещь именно для работы. Уже такая профессиональная. Следующий мой подарок на день рождения. Это тональный крем Герлен. После своей просто вот любви всего моего лета. Флюида от Герлен. Которым я снимала вам даже отдельное видео. С тест-драйвом этого флюида. Бэйби Глоу. Я была настолько просто довольна своим лицом. Я настолько была довольна всегда своим макияжем. продуктом, его ароматом. Его именно процессом нанесения. Я вот настолько летала, порхала просто от счастья. Что я нашла идеальный флюид на лето. Что решила себе подбирать и на осень. На более холодный период времени. Именно в Герлен. Свою идеальную тональную основу. Выбрала я Парюр де Люмьер. Это очень легкая основа. С увлажняющими. Инфьюженс. Господи. С увлажнением в общем. Здесь содержится SPF 25. Сам флакон очень тяжелый и увесистый. Он выполнен из стекла. Здесь у нас стандартная помпа. Не знаю. Мои первые впечатления. Я использую его уже неделю. Да. Неделю. Я просто в восторге. Потому что он легкий. Он увлажняющий. При этом он держится практически весь день. Тональный крем. Очень-очень круто ложится. Очень ложится тонким слоем. Создает эффект влажной кожи. Влажно-влажненной кожи. Потрясающий. Я думаю, что я, наверное, тоже для этого тонального крема сниму отдельное видео. Но первые мои впечатления. Я просто вообще в восторге. В неописуемом. От этого продукта. Я забыла вам сказать оттенок. У меня тройка. Называется Беш-Нутурель. Потрясающий. На самом деле вот увлажняющий. И стойкий. И очень круто смотрится на лице. И тонко ложится. Я, наверное, не советовала. Единственное, у кого проблемная прям кожа. Совсем печально. Потому что он не закроет все ваши проблемы. Он вам не может ничем помочь. А именно девушкам, у которых практически нет проблем. Или их нет вовсе. Это будет просто идеальное тональное средство. Которое выровняет цвет лица. Придаст здоровый эффект. Такой вот именно холеной, увлажненной кожи. И просто вот супер тональное средство. Безумно-безумно я довольна. Также мне безумно-безумно было приятно получить в подарок линейку от L'Etoile. Спа а-ля карт. Потому что я очень-очень давно присматривалась к этой линейке. Но меня смущали цены. Ну как-то вот у меня, знаете, на гель для душа, на эти все банные вещи, как-то тратить много денег. Но моя жаба, она постоянно выступает по этому поводу. И не согласна с ценами. В общем-то у меня тут есть гель для душа, морская грязь и бергамот. По аромату. Он необычный аромат на самом деле. Бергамотом слегка он пахнет. И вот я даже не знаю, это аромат каких-то морепродуктов. Морепродукты тоже так как-то пахнут. Но запах очень специфический. Но я не скажу, что он неприятный. Он просто очень-очень необычный и очень на любителя. Мне такие запахи, в общем-то, нравятся. Потому что я люблю запах бергамота от этих парфюмерных отдушек, от этих ароматов свежих таких искрящихся цитрусовых морских или там запахов таких как бергамот. От них просто просыпаешь. Следующий продукт это бальзам для тела с ароматом зеленый чай. Кстати говоря, что еще я вам хотела рассказать. Именно линейка SPA а-ля карта, она основана на термальных водах из Баден-Бадена. То есть, в общем-то, такой лакшери-лакшери продукт у них. Закос под это сделан. Это вот зеленый-зеленый-зеленый чай. Очень круто. Мне безумно нравится зеленый чай. Мне напоминает, это именно такой вот очень правильный вкусный зеленый чай. Парфюмерный зеленый чай, как Элизабет Орден. Есть у них такой парфюм. По-моему, туалетная вода. Именно с запахом зеленого чая. Очень приятный, очень вкусный зеленый чай. Это вот что-то похожее. И следующие два продукта, это было мыльце из глиатеринового мыла ручной работы. Из серии, я даже не знаю, какой. Тут, к сожалению, не указано. Но по запаху, наверное, это виноград. И судя по рисунку, это именно виноград. Потрясающий запах, очень вкусный. Даже вот, несмотря на упаковку, он пробивается. И очень-очень крутой рисунок на самом мыльце. И поэтому, если вы собираете кому-то подарок, обязательно загляните именно в эту серию. Потому что реально у них вот оформление очень-очень красивое. У них запахи потрясающие. Очень вкусные, не химические. И следующее, это ароматное масло для ванны. Оно у меня сделано тут в форме такого вот цветочка. Запах, запах потрясный. Просто, я так понимаю, это из одной серии, но с мылом. Но пахнет именно бомбочка чем-то очень вкусным, но неопределённым. Потрясающий просто запах. Уже прям хочу, не могу использовать эту бомбочку для ванны, потому что запах просто потрясный. Очень-очень крутой. И также я получила в подарок вот такой вот набор для тела от Mary Kay. Это их линейка Satin Body. Я так понимаю, это их, скажем так, одна из популярных линеек. Всё у меня в такой сумочке очень крутой. Мне сумочка, кстати говоря, тоже очень понравилась. Мне также безумно понравилось оформление самих упаковок продуктов, потому что они такие очень красивые. Молочно-жемчужного оттенка. Очень приятно, очень круто, очень стильно, когда вот это всё стоит в ванной комнате. Что у меня здесь было? Что у меня здесь было? Сейчас вам расскажу, что я открыла уже. Я открыла уже увлажняющий лосьон. Здесь 192 мл. Я его уже открыла. Он пахнет... Вы знаете, это запах чистого тела. Запах классического такого крема и чистого тела. У меня ассоциируется с баней, с какими-то такими процедурами. Очень приятный и абсолютно неопределяющийся никак аромат. Очень крутое средство. Мне оно понравилось. Я его использовала уже пару раз. Но единственное, что оно очень-очень жирненькое и плотненькое. Но при этом, когда вы его наносите на лицо, ой, на лицо, на тело вы его наносите, у вас получается, что кожа увлажнена, но вы можете сразу одеваться. То есть на коже уже ничего не остаётся. Она остаётся такая нежная, шелковистая. Очень классное средство. Мне понравилось. Два других я не пробовала. Просто вам как информационную, так и это покажу. На будущее задел. Что вы увидите в моих ближайших видео. У меня здесь, как я понимаю, это гель для душа и для бритья. Два в одном. Тоже здесь 192 мл. По-моему, он какого-то такого цвета. Розовенького. Да, он розового цвета. Классно. Классно, классно. Аромат точно такой же. Такой вот чисто банный. Цветочно-банный. Буффин Крим. Буффин Крим. Крим Эксфолиан. Так, это, я так понимаю, скраб. Да, это. Это очень такой взбитый, как я понимаю, скраб. Будем пробовать. Будем смотреть. Но на самом деле, сколько мне уже как раз таки дарят косметики Мори Кей. Я просто пока что всем довольна. Все, мне очень нравится. Я думаю, что рано или поздно я как раз таки сделаю большой заказ Мори Кей. И обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями. Но вот уход весь, который я получала из лимита к Мори Кей, из вот таких вот постоянных серий, я пока всем очень-очень довольна. Итак, это все, чем я хотела с вами сегодня поделиться. Огромное спасибо, что вы были со мной. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что из тех продуктов, которые я вам сегодня показала, вы уже пробовали. Любите ли вы, когда вам дарят косметику на день рождения. И все, всех вас люблю, целую. Спасибо большое, что вы смотрите мой канал. И все, до скорой встречи в следующих видео.